Сегодня в Чувашии единый информационный день. Члены правительства, руководители предприятий и организации отвечали на вопросы жителей республики. На встречу с населением Аликовского района выехал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Здравствуйте! Эту школу в деревне Яндоба Аликовского района открыли 8 лет назад. Сейчас здесь учатся чуть более 200 детей из близ лежащих 14 деревень. Регулярно два школьных автобуса доставляют ребят на уроки. Оценками своих учеников и учителя, и родители довольны. Во многом благодаря введению электронных дневников и журналов, когда за учебой ребенка можно следить, не выходя из дома, посредством интернета, удалось улучшить успеваемость. Яндобинская школа также является экспериментальной площадкой, где реализуется проект профильного обучения старшеклассников. Первые итоги есть и весьма неплохие. Все выпускники прошлого года сумели поступить в вузы. Дирекции школы удалось решить и проблему с горячим питанием. В 2011 году объявили конкурс по организации горячего питания. И этот конкурс выиграл Аликовская Райпо. Что улучшилось с передачей? Два штата мы передали Аликовской Райпо. Один штат остался у нас. То есть те деньги, которые остались у нас, мы отправляем на повышение заработной платы учителям, педагогическим работникам, работникам школы. Кормят хорошо, значит питание у нас в месяц выходит 500-600 рублей, когда как. Завтрак у нас где-то 6-8 рублей, 10 рублей иногда бывает, но в зависимости от меню. Обед у нас приходится 25 рублей, 26-30 тоже бывает. В школе стараются приобретать современное оборудование. На школьном огороде выращивают фрукты, овощи, урожай реализуют на местных рынках. На вырученные деньги приобретают тренажеры, спортивный инвентарь. Оборудовали хоккейную коробку. Сегодня же глава Чувашии вручил ключи от новых квартир двум молодым жителям Аликовского района. В свое время они остались без попечения родителей. Поэтому их квартирные вопросы решали республиканские власти. В этом году новоселье справили уже 7 сирот. В очереди на получение квартиры остался один человек. Ненадолго, обещает руководство Аликовского района. Анализируя другие итоги социально-экономического развития муниципалитета, глава Чувашии обратил внимание, что у сельхозработников низкая заработная плата. Около 7,5 тысяч рублей в среднем. А в некоторых хозяйствах и того меньше. Кроме того, у аликовцев есть еще одна проблема. В районе 4 тысячи гектаров земель пустуют. Решить и то, и другое прямая обязанность властей. Что же касается перспектив дорожного строительства, Михаил Игнатьев отметил. В одном дорожном фонде у нас будет по той фонной части изобрано 2 миллиарда, где-то 850 миллионов рублей. Все эти средства направляем мы в муниципальное образование. Понимаете, они цели в им назначение. Поэтому вот Александр Николаевич сказал, три проекта уже имеются. Вы определите приоритет, какое деревня будете строить. Наш приоритет на уровне правительства такой. Если деревня развивается экономика, подтвердите. В мастерские откроются новые рабочие места. Пожалуйста, ваша деревня будет приоритетным направлением.